Добрый день, дорогие зрители! Мы находимся на учебно-тренировочной базе Одесского Черноморца на улице Архитекторской. С нами сегодня находится Сергей Матюхин, который является тренером самой возрастной категории U17 с дюшер представленной. Сергей, добрый день! Расскажите, пожалуйста, как прошла вообще первая часть чемпионата непосредственно для вашей команды? Скажу так пространно, в большей степени я доволен тем, как прошла эта часть. Запомнились начальные игры стартовых туров с Запорожьем и с УФК Днепр, где мы по ходу встречи практически доминировали 70-80 минут и в концовках выпускали. И порадовала концовка чемпионата, где также в непростых матчах, скажем так, вырывали нужные победы и очки. Над какими моментами и аспектами игры вы считаете нужно поработать еще? Абсолютно над всеми компонентами, так, индивидуальная тактика, психология, скажем так, немаловажную роль играет сейчас. Переходной, скажем так, у них период с детского футбола взрослые, они ставят себе цели, мечты какие-то у них есть. И вот этот момент, переход с детского футбола взрослые, он самый сложный. Работаем сейчас практически равные, если взять по 100%, равные доли уделяем психологии, индивидуальной игре, технико-тактической. Физическим качествам уделяем внимание, то есть не делаем упор на что-то, стараемся все эти компоненты в равной степени подтягивать. Скажите, что самое сложное вообще для тренера и тренерского штаба при работе с детьми, подростками этого возраста? Тенденция такая детей, не только по этой группе, так наблюдаю, с коллегами общаюсь, с ребятами, с тренерами. Дети сейчас хотят, чтобы их тренировали, а не забывают, что им самим надо тренироваться. Вот такая вот проблема глобальная, насущная. Касательно персоналя, вы могли бы кого-то выделить из ребят непосредственно вашей возрастной категории? Есть ярко выраженных два лидера, не побоюсь их назвать, более-менее психика у них уже сформирована, это Черный Михаил. Нападающий у нас забил пять мячей. И страж ворот, последний рубеж, Друй Алексей, это два лидера явных. Который привлекался даже в сборную Украины? Да, привлекался и работает осеннюю часть, в большей степени работал уже со второй командой, Черноморец 2. Игровую практику здесь получил. Сергей, расскажите, пожалуйста, какие вообще планы на 2020 год непосредственно у вас, как у тренера и у вашей команды? Что вы хотите улучшить и вообще что будет происходить? Так, довольны ли этим местом, которое вы заняли по кончанию первой части и что бы вы хотели увидеть в результате? Честно говоря, я в таблицу смотрел на протяжении этих трех месяцев два раза. У нас цель на каждую игру, все, что мы в течение недели там и в общем на протяжении всего времени тренируем, отрабатываем, воплощать это в игру. Ну, приятно, конечно, когда есть очки, но когда они добываются непонятно как, победа, которую ты не понимаешь, но она меньше приносит удовольствия, чем даже то же поражение, которое ты понимаешь, почему оно произошло и как с этим бороться. Место, ну, по итогам получилось пятое, ну, пусть так будет. Конечно, хочется и выше, ну, еще раз говорю, два раза смотрел турнирную таблицу, но неинтересно. Моя основная задача подготовить вот этот возрастной контингент тех людей, которые есть сейчас в этом возрасте, подготовить большого футбола. Желаю вам удачи и реализовать все задуманное. Спасибо вам. Взаимно.